Центральным элементом формирования концепции современного профессионального образования является не столько практические навыки, сколько то, что закладывается современными научными знаниями. Это общий тренд, который развивается сегодня в передовых странах, и тот, кто не следует ему, те отстают и отстают безнадежно. Сегодня в ходе реформ российского образования фактически демонтируется все полезное, что было создано советской высшей школой, которая в свое время признавалась лучшей в мире, ну, одной из четырех лучших образовательных систем. Сегодня же мы констатируем то, что по данным ООН мы занимаем 53 место по уровню образования, а доля наукоемкого продукта в производстве, в том числе и в строительстве, у нас сегодня не превышает 0,3%. Это говорит о том, насколько востребована отраслевая наука, и фактически мы обходимся без нее. Расходная часть бюджета на образование тоже очень интересная данная. За три года эта часть сократилась с 4,8% до 4,1%. Для сравнения с правоохранительной системой она сегодня вышла на размер 7,7% от бюджета. То есть в два раза больше, чем то, что выделяется на образование. Это многое говорит о приоритетах государства в настоящее время. То есть это наши исходные данные по развитию образования. Что же регламентирует нас сегодня? Это закон об образовании. И здесь уже упоминалась дилемма «служение или услуга». У нас в законе об образовании так и написано «образовательная услуга». Термин «услуга» разрушает традиционную практику передачи знаний от учителя к ученику. Во все времена учитель передавал накопленные знания молодому поколению как основу его развития. Термин «образовательная услуга» разрушает эти отношения учитель-ученик. Теперь в ВУЗе студент является покупателем услуги, а профессор, потерявший свое общественное признание, становится торговцем. На рынке профессиональных услуг он должен услужить покупателю за деньги. Студент, как покупатель, должен быть всегда прав. Но он не в состоянии воспринять купленный специфический товар, а именно знание. Происходит разрыв в системе передачи знаний. В результате этого уровень и качество знаний выпускников снижается. Современный выпускник архитектурных специальностей получает сегодня трехуровневое, своеобразное клиповое образование. Почему оно клиповое, фрагментарное? Потому что внедряются модули, внедряются онлайн-курсы, которые универсальны, и студент может не слушать лекции в своем ВУЗе, а воспользоваться интернет-услугами. В результате, если верить понятию компетенции, прописанную в образовательном стандарте, студент должен поверить, что в результате обучения он будет компетентен решать сложные профессиональные задачи. Но практика этого не подтверждает. Я бы хотел остановиться в этом смысле на том, с чем мы сегодня имеем дело, когда подводим результаты нашего обучения. В конце сентября прошел международный смотр-конкурс выпускных работ в области архитектурных и дизайна в Волгограде. Было представлено 680 проектов студенческих выпускных. Приехали более 250 участников из 56 архитектурных школ России и из 4 зарубежных ВУЗов. Что же там было отмечено? Общее впечатление в принципе не хуже, чем в прошлом году, но появляются новые тревожные признаки снижения качества. Какие? Во-первых, увлечение картинками в ущерб чертежам. Эта тенденция постоянно развивается. Студенты увлеклись вот этой вот виртуальной формообразованием, виртуальной передачей информации. Происходит засилие этих виртуальных моделей, которые не дают ни масштаба, ни пропорций, ни размеров. И кроме этого отмечается необоснованная фантазийность и надуманность тем, которые студенты выбирают для своих выпускных квалификационных работ. Но главное, что было на этом смотре конкурса, это было тревожное ощущение от разговоров с коллегами, которые жаловались на сокращение приема по специальности архитектуры и градостроительства, на сокращение самих преподавателей в университетах, на увеличение нагрузки с четырех студентов, которые когда-то были при советской системе. Сегодня это уже 12, а то и 18 в таких сугубо инженерных вузах, где существуют архитектурные кафедры. Снижение финансирования на командировки, на участие в конференциях, на оплату публикаций в журналах, которые необходимы для того, чтобы пройти аккредитацию в Open Science и Scopus. Общее впечатление таково, что государство потеряло интерес к профессии, к ее значению в обществе, в том числе и к профессиональному образованию. В этой связи я бы хотел остановиться на том, в чем я сегодня вовлечен. Это архитектурное образование в Московском архитектурном институте. И должен передать то поручение, которое мне дал ректор, чтобы я озвучил на столь авторитетном собрании и фактически попросил о помощи профессиональное сообщество. Мархи. Мархи сегодня головная архитектурная школа, какой она и была. Фактически Мархи это единственный архитектурный моновуз. Другие уже давно соединены и влиты в какие-то инженерные, политехнические или гуманитарные университеты. Но мы сегодня находимся в очень тяжелом положении и нам необходима помощь. Почему? Во-первых, хотим ли мы или нет, но баллонская система уже внедрена. Мы уже никуда из нее не можем вернуться. Произошло юридическое закрепление статуса бакалавра, магистра и аспиранта-исследователя. Это различные уровни профессиональной квалификации. Но необходимо закрепить статус и дополнительные права выпускников, в том числе магистров прежде всего, на практике. Иначе теряется смысл в полном академическом образовании. То есть достаточно получить диплом бакалавра, ну пожалуйста, руководи бюро, мастерской, институтом. Можно дальше не учиться. Все это становится доступным. Второе, на что хотелось бы обратить внимание. Сегодня сложилась практика привлечения молодых выпускников вузов на работу без оформления трудовых отношений. В результате молодой специалист для государства считается безработным и статистически отражает низкий уровень востребованности профессии. Следствием этого становится решение Министерства образования о снижении контрольных цифр приема по направлению градостроительства и архитектуры. У нас мало сегодня архитекторов в градостроительстве. Будет еще меньше в результате такой статистической обработки результатов подготовки выпускников. Третье. Возникла сложная проблема признания мархи творческим вузам. А это очень важно сегодня, потому что это совершенно другие расценки на обучение студентов, совершенно другие временные затраты. Мы относимся к техническим вузам в сфере строительства. И, соответственно, по этим же расценкам и по этим же нормативам нас инспектируют. Дело в том, что в мархи подготовка специалистов традиционно носила индивидуальный характер. То есть мы привыкли к тому, что есть профессор и есть его ученики, за которые он отвечает. Он их поименно знает, он их воспитывает, фактически выпускает и отвечает за них и по жизни в последующем. Но эта модель заменяется сегодня на анонимную группу преподавателей. И там уже теряется вся эта ответственность. Творческими вузами, сохранившими свои модели обучения сегодня, являются Репенко, Цуриковка, Строгановка, Штиглица, Глазунова. Но мархи в этом статусе отказано, потому что это строительство, считается в министерстве. Поэтому предложение. В название мархи добавить Государственная академия архитектуры и искусств. Вот это слово нам дает возможность войти в статус творческих вузов. А это приоритетный статус. И последнее. Остается драматическая судьба специальности ландшафтная архитектура. Сегодня эта специальность переведена в группу специальностей лесное хозяйство, где и благополучно вырождается. Мы считаем место этой специальности в группе архитектурных специальностей. Возможно, под другим названием. Например, садово-парковое искусство. И тогда мы сможем готовить ландшафтных архитекторов, а не ландшафтных лесников. Спасибо за внимание и за понимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!